добрый вечер добрый вечер здравствуйте еще раз прошу за опоздание у нас как девять часов на сразу отключается интернет все не работает сразу да все возвращаются домой поэтому всем сразу хочется сесть и видимо поэтому я не могу начать все время вовремя добрый вечер и сегодня мы попробуем с вами поговорить о любви но не только любви потому что заданная тема это что ангел смерти подарил муше на горе синай и как пользоваться нам с вами этим подарком да я надеюсь очень что мы в процессе этой беседы поймем как этот подарок нам помогает наоборот или может помочь стать счастливым стать любимым стать любящим да и конечно вдобавок к тому что просто он дает нам возможность быть здоровыми и живыми добрый вечер тем кто все-таки дождался меня в эфире и пришел очень приятно спасибо да от нас только от нас от вас от каждого для себя зависит как именно мы хотим тут жить как мы хотим жить в этом мире давайте с вами попробуем вспомнить что же произошло на горе синай и почему ангелы дарили подарки муше для человечества не лично его конечно в заслугу него но подарки которые ему давали это было для всего человечества ну как всегда хочу сказать что урок действительно мог помочь и действительно можно было понять о чем идет речь лучше всегда все таки присутствовать на этом уроке с самого начала то есть иногда вы опаздываете иногда я но вот если можно чтобы вы не опаздывали вот и если уже люди зашли и нашли время для того чтобы зайти вот на беседу ко мне то конечно очень хочется чтобы каждый смог извлечь какую-то пользу из этого из этого из этой беседы из этого общения для себя и так муше поднимается наверх да поднимается на гору синай и тут ангелы возмущаются они обращаются к всевышнему и говорят что такое происходит всевышний властелин мира да почему вообще вот сюда вот наверх наверх к нам поднялся вот этот человек рожденный женщиной потому что конечно муше поднялся на гору синай но понятно что его душа она поднялась наверх да и всевышний тогда им говорит что он пришел учить тору и тут ангелы возмущаются и говорят да что сокровище которые ты хранил на протяжении такого длинного времени девятьсот семидесяти четырех поколений перед тем как сотворил мир да и вот это самое сокровище ты намереваешься передать смертному человеку и тут всевышний передает так сказать трибуну муше он говорит к муше дай им достойный ответ да то есть если уж ты действительно пришел сюда удостоился этого дай ангелам достойный ответ чтобы вы ответили на его месте муше он человек да такой же как каждый из нас со своим предназначением который дал ему всевышний но он человек да чтобы вы ответили если вот вас просили ангелов еще кто-то зачем ты вообще туда поднялся к всевышнему что за тору ты пришел получать ведь мы все там на самом деле получали эту тору и вот мужчин держась за престол всевышнего начинает говорить что 2 которую ты нам даешь написано что я господь бог твой который вывел тебя и земли египетской и из дома рабства да но ведь ангелы то да разве переселялись в египет и разве фараон их поработил да так в каком зачем им тогда тура потом там написано что у нас еще написано в таре да не будет у тебя других богов разве ангелы живут среди народов которые предаются идолопоклонству что там еще написано в таре написано не произноси имени господа бога твоего попуста но разве ангелы заключает какие-то сделки и приносит произносит клятвы и так далее и так далее он перечислял заповеди данные в таре добрый вечер вам вот и когда ангелы все это услышали да и про заповедь не убей не укради и так далее а вот когда ангелы все это услышали то они согласились со всевышним и очень полюбили муж и каждый ангел вдобавок тому что всевышний дал нам тору книгу жизни наши законы и так далее каждый ангел он сделал подарок муж и подарок не лично для него на и для него понятно басхуд его басхуд того что он действительно так ответил и все ясно и четко показал но и подарки естественно для всего человечества и тут вступает так сказать в игру ангел смерти который тоже вручил муше свой подарок какой подарок он вручил он вручил ему воскурение те самые воскурения которые спасают от эпидемии на и действительно в нашей неделе говорится о воскурении мы знаем что в емке пур самый важный для нас день до сам важный день в году раз году самая важная минута этого дня и части работы когда у нас был храм и когда был коэнга доля то это было именно воскурение кторота кторота это особая такая авка особый такой порошок да в дальнейшем мы еще чуть-чуть поговорим что из чего он состоит и как и для чего да вот когда его воскуряют то дым поднимается к верху и это самая важная минута когда коэн знает что он может попросить у всевышнего за наш народ кстати молитва тогда было очень короткой на буквально несколько слов коэнга доль говорил такую вещь и ира цон мили фан эхо то есть что было твое желание быть в соседстве с нами мы приглашаем всевышнего быть в соседстве с нами и дать нам про носу и хороший год да весь народ отвечал и это вот было очень такое коротенькое мгновение когда когда в коэн воскуривал вот этот самый кторот и тут сразу вопрос что же такой за секрет у этого самого кторота воскорение которого меняет судьбы людей да что же есть в этом что любовь всевышнего в этот момент когда он воскуряется вот этот кторот вот этот порошок да как можно сказать определяет нам все самое хорошее на следующий год хотя утром и вечером каждый день зажигали но вот это особое было такое в емке пору да и мало того в момент вот этого воскурения в емке пор нам прощается все наши неправильные поступки я надеюсь что сегодня мы услышим с вами и каждый кто захочет действительно сможет воспользоваться секретом хотя сейчас у нас нету храма хотя мы не знаем точно как этот кторот сделал но тем не менее нам наши мудрецы говорят и передают через разные источники что мы с вами можем делать чтобы уметь воспользоваться и пользоваться этим подарком ангела смерти в торе рассказывается о том что когда была история с корохом и земля разошлась и после этого если вы помните началась магифа эпидемия да и народ израиля как всегда начинает обвинять другого ты не так молился ты не так просил ты не то делал да ну нам с вами знакома эта ситуация когда мы все всегда друг друга в чем-нибудь обвиняем и находим кто же не прав и кто же виноват во всех наших бедах да и вот в ту самую магифу люди начали умирать мы с вами к сожалению в наше время тоже такое видели да и в тот момент муши рабейну говорит арону у нас с тобой есть только один путь остановить эту эпидемию иди возьми свой с собой доктора там и давай распылим вот этот ктор от этот порошок между мертвыми и живыми и это то что они сделали да то есть только воспользовавшись подарком знанием которое ангел смерти открыл и подарил муше на горе синаи можно было остановить того самого ангела то есть не дать ему возможность сделать эту работу да именно ангел смерти дал этот самый кто рад да и этот кто рад как раз и отменял смерть еще раз говорю что мы с вами не знаем из чего этот кто рад состоял то есть мы не сможем сейчас составить коин который составлял неправильно вот это соединение этого кто рада он просто умирала соответственно и мы сейчас вообще ничего не знаем и не сможем ничего делать пока не придет машеях но тем не менее у нас с вами есть некая возможность воспользоваться этим чудесным советом и так слушайте внимательно кто действительно хочет себе своим близким добра слушайте что написано в книге зор всевышний установил закон всякий каждый человек да кто каждый день глядя в текст читает отрывки есть отрывок определенные а вот о воскурении и если вы хотите в конце беседы я поставлю в сообщение действительно какие слова надо читать так вот каждый человек который читает такой отрывок он будет спасен от дурных вещей на сказано что сказал араби шиван если люди знали как высоко ценится действие воскурения всевышним то брали бы каждое слово из этого отрывка и устанавливали бы делали бы его короной на своей голове да как вот самый дорогой венец из золота и если человек каждый день я повторяю каждый день будет имея соответствующие кавано соответствующие мысли соответствующие как бы направление когда ты читаешь этот текст да во время вот когда читаешь да будет читать этот самый отрывок то во первых у него есть доля в этом и в будущем мире мало того в тот день когда человек прочел этот самый отрывок написан так написано в книге зорда смерть удаляется из этого мира то есть в этот день смерть не властна над этим человеком мало того что мы читая вот этот самый отрывок будем спасены от всех судов этого мира и злых сил и суда в гееноме не дай бог да если кто-то из нас все-таки совершил какие-то дела и по идее ждал бы его вот то именно чтение этого самого отрывка знаете какие возможности сейчас у вас в руках я немножечко постараюсь из того что я знаю вам рассказать о рейх это запах да так вот я хочу сказать что именно рейх именно запах не участвовал в грехе эц адат когда хава взяла в руку яблочко да вот или не яблочко тот самый фрукт который там был есть спорные разные как бы мнения да до конца не знаем что это было так вот она его трогала она его видела она послушалась змея и она его попробовала то есть она задействовала все кроме одного качества она его не нюхала да нигде не написано в одном месте написано что она его нюхала на хотя понятно что это был какой-то необыкновенный фрукт и понятно что там был хороший запах тем не менее медраж говорит что вот наше чувство запаха она тогда не испортилась она не пострадала и поэтому запах остался привым прямым проводником душу человека кстати вы знаете точно знаете да что одно как бы один из показателей вот сейчас в корону да было что ты заболел не дай бог и нехорошие силы над тобой властвует это то что у части больных пропала вот возможность запаха и вкуса а мы знаем что часто всяком случае так говорит мы да так говорит что наши вкусовые качества часто нам приходят именно через запах давайте с вами еще подумаем вспомним здравствуйте тем кто только еще приходит позже лучше позже чем никогда но все равно лучше прийти вовремя да так давайте с вами подумаем когда и где мы еще встречали в нашей жизни что кто-то пользовался запахом то есть вот на нашем бытовом уровне да помните свое время мы читали в книжках там барышня теряет сознание каким образом ее приводили в себя да да и этой барышни или кому-то не дай бог другому кто потерял сознание ему давали что ему давали понюхать нашатырный спирт да то есть благодаря резкому запаху его душа возвращалась приходила назад в тело возвращалась в тело да то есть за обоняние да то есть запах опс он как бы возвращал почему девушка которая упала в обморок ей не принесли кусочек шницеля и сказали давай 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 на кусочек шницеля вставай как бы просыпайся нет то есть нужно было запахом даже просто если дать что-то выпить человеку это не приведет его скорее себя в чувства наоборот он не дай бог может поперхнуться да если у кого-то еще есть примеры написать где и как запах на кого-то действовал то тоже здорово поделитесь обязательно с нами да у рамбама есть тоже объяснение для чего нужен запах кто-то надо сказать что не все раба ним с ним согласны есть тоже споры как у нас евреев всегда есть споры вот кстати кто ушел он еще потеряет возможность прослушать что-то тоже мне кажется интересное да так вот мы с вами знаем что в храме приносили жертвы и хотя у всех у нас сейчас есть такое как бы храм был давно мы не помним у нас такое знаете восторженное отношение к храму 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 но это место где приносили жертвы были ли вы когда-то вместе где режут выпускают кровь сжигают да понятно что там был запах крови запах нечистот и запах горелого мяса может ли такое место быть приятно человеку который приходит в храм с возвышенными чувствами да ты приходишь к всевышнему ты хочешь твоя душа не уприсоединилась и тут вот такие запахи да и рамбам говорит еще говорю еще раз я подчеркну что есть многие талмидейха хамим которые с ними согласны этот рамбам говорит что этот запах который был и для нас чтобы мы могли дать нашей душе насладиться вот приближение к всевышнему приближением к храму к святости места да и так далее все-таки хочу чтобы мы еще немножко углубились и подумали в чем же секрет этого самого кто-то который поднимается вверх и приводит в движение некий механизм прикрепление души сверху к нашей душе вниз что значит так говорю души сверху души снизу когда мы с вами спим где наша душа находится она поднимается маленькая частичка остается у нас а так она поднимается немножко там отдохнуть наверху да а потом уточком спускается сюда так вот кто рад именно кто рад да он прикрепляет вот эти две частички какие две частички мы же знаем с вами что наши души это искра всевышнего да то есть мы скрепляемся с всевышним таким вот самым образом светлана спасибо за историю а этот кто рад он дает нам возможность проявить любовь души всевышнего всевышнего и нас то есть соединить дает возможность нам показать эту любовь и вот знаете да кто такой баля таня антарембе его сын именно очень много думал на эту тему и он пришел как бы вот к такому выводу что если мы с вами поймем принцип кто рада то мы вообще поймем что хочет от нас всевышний в этом мире на это даст нам умные объяснения для чего мы с вами живые люди находимся тут и так да в ктороте он состоял было 11 видов растения при этом надо заметить обратить внимание что каждое из этих растений было сухое невзрачные на вид а иногда даже горькое на вкус и каждое из этих растений она абсолютно ничего не стоило или было невероятно дешево при это 11 разных растений которые находились совершенно разных отдельных уголках мира что-то было у мертвого моря что-то было в индии что-то было еще где-то да и и вот каждая составляющая этого кто рада она действительно была совершенно не ценно само по себе и только коин при правильном соединении всех вот этих частей правильного количества и так далее их качества мог достигнуть вот этого самого божественного запаха и так вот и мы с вами так говорит митальребе у каждого из нас есть свои минусы у каждого из нас есть свои недостатки и мы с вами можем сделать то что не может сделать ни один ангел до когда наша с вами душа в этом мире и она в этом теле мы с вами можем взять и перевернуть плохое в хорошее незначительное в значительное и именно в этом самом предназначение этого самого кто-то да показать нам что то что нас может объединить что те чудеса которые каждый из нас совершает или может совершить да и что всевышний он в нас верит и дает нам эту возможность да надо сказать еще немножечко скажу о ктороте мне тоже кажется очень интересную вещь что кто-то был составлен как я уже упоминала из 11 видов благовоний почему именно 11 11 в принципе это не некое какое-то такое часто встречающиеся стандартное число еврейское не совсем до еврейской то есть у нас есть с вами некое полное число 10 который часто встречается в нашей еврейской жизни то есть это 10 заповедей 10 сферот 10 макот 10 это шлемут это полнота это завершение почему же в такой невероятно важной вещи как торот не 10 а 11 да кто-то знает если кто-то знает напишите потому что могут быть разные мнения и знание каждого человека конечно каждому кто рядом дает еще какое-то дополнительное знание так вот почему же 11 зори написано что 11 это число клепот число ситра ахра чтобы пояснить вам что такое ситра ахра да надо понимать что наш силы нашего мира делятся на два лагеря и используя язык арамит их называют так ситра к душа и ситра ахра то есть сторона святости и противоположная сторона да задняя сторона говорят то есть самое неприятное что только может быть всевышний у нас только неприятное что всевышний даже ему неприятно на это смотреть ему не хочется на это смотреть поэтому он сделал ее сзади задняя да но говорит тура что никакая сила даже если это ситра ахра она не может существовать без питания которое ей дает всевышний то есть иными словами если всевышний не хочет чтобы что-то происходило и не происходило в этом мире она не произойдет да но силы зла если они тут являются то это часть желания всевышнего и вот этот самый кто рад тот самый кто рад который вообще творит чудеса дарует жизни все нас самое лучшее происходит посредством его именно этот самый кто рад состоит именно из 11 11 видов растения которые противоположных противовес этой самой ситре ахре именно этой самой этим самым кто радов самый святой момент в емки пур мы протеставляем их силам зла когда происходит суд до над нами суд емки пур нас судят и вот все силы зла собираются от этих и траха самые такие найти все наши плохие поступки все что мы не дай бог где-то не дай бог что-то там сделали или подумали или сказали и напротив этого именно вот эти 11 видов растения которые сами по себе ничего не стоят в отдельности они они противопоставляются именно этой самой силе зла да хазаль говорят хазаль это наши мудрецы говорят что одна из составляющих кто рада называлась халбена сейчас я даже не могу сказать что это за растение да но что важно что сам по себе ее запах он был очень горьким да и поэтому это важно понять что мудрость и сила кто рад именно в том чтобы взять что-то неприятное и проводить и превратить его в прекрасное и вот то что говорят наши мудрецы что вот эта самая халбена она олицетворяет собой грешников израиля и именно их раскаяния и именно их дела именно они по большому счету именно они превращают они могут сделать превращение вот это из горького в сладкое да и это то что всевышний ждет от нас как от целого народа то есть если 25 процентов грешников огромное число что подумайте то есть это говорится что такое число грешников есть в нашем народе и это определено известно из зора да и эти люди это и будут те люди которые сделав вот это превращение сделав над собой невероятные усилия могут весь наш народ привести действительно к машинку естественно в полном как бы нашем соединение всего что надо да и одна из вещей я извиняюсь что сегодня долго и начали мы позже но тем не менее уже лучше еще чуть-чуть и мы дослушаем и по не поймем почему этот кто род поднимался в йом кипур и был виден каждому еврею который пришел не только пришел в храм но и был в иерусалиме да потому что именно видение того что возьми свои поступки возьми свои неудачи и преврати их приятный дым вот дым созидания дым хорошего на основе своих поступков ведь если бы мы не ошибались с вами мы не смогли бы это исправить мы бы не смогли подняться и не смогли бы знать что мы выбираем жизнь или смерть а у нас с вами еще есть задача да не просто выбрать жизни смерть а каждый из нас хочет жить в любви каждый из нас хочет жить счастье он хочет жить с близкими нами людьми и быть с ним счастлив как же это сделать и тут нам приходят в помощь опять же этот самый кто род этот же самый хороший запах запах счастья и любви может быть вы помните что перед тем как пойти к хашвирошу эстера молка тогда еще не молка она умощалась и и умощали разными ароматическими маслами до запах передает нам настроение а помните может быть запах детства это некий такой запах счастья который иногда нас уже взрослых людей которых жизнь туда-сюда мотает и вот ты почувствовал этот запах и тебе вдруг стало хорошо да поэтому каждый из нас должен искать в своих близких только самые хорошие то как перевернуть потому что нету абсолютно правильных нету абсолютно праведных людей ну есть конечно там 36 праведников но мы все как бы средние люди или даже грешники да да мы ошибаемся мы делаем какие-то неправильные вещи но надо смотреть на своего близкого человека и понимать что ты вот в соединении с ним можешь превратиться в торт можешь превратиться из при поддержке его тебя от твоей его вы вместе можете сделать что-то очень хорошего и как всевышний он любит каждого из нас так и мы каждый из нас может относиться к своим близким также то есть я скажу может быть это грубо может это некрасиво так говорить но быть в чем-то всевышним дающим да для своей половинки даже если нам казалось бы он не достоин он сделал что-то неправильное но если мы будем помнить что он является частью нашей души то мы сможем с вами оставить критику мы сможем оставить недовольство этой самой ситриахрия да пусть она там где-то там куда где-то ошиблись ничего пусть она возьмет а мы будем с вами пользоваться кто-то даже пока не пришел мы шеях но если мы начнем пользоваться им тут и сейчас то он обязательно придет обязательно доброго вам вечера и что было только любовь и самая хорошая жизнь чтобы отступили все болезни все проблемы чтобы каждый из вас нашел дорогу своей нижней части души к верхней и произошло это соединение любви как с всевышним так и с вашими близкими всего хорошего